Уважаемые жители города, неравнодушные жители, мы к вам приехали с очень хорошей новостью, и поэтому надеемся, что наше собрание пройдет в таком же позитивном ключе. Наверное, можно рассказывать долгую историю, как происходила вся эта ситуация. Многие обращения направлялись ваши в адрес нашего президента, губернатора Московской области, правительства области областной думы. Мы на них реагировали. Здесь был выездной комитет областной думы, вы помните, в июле месяце. Наш демутат Александр Николаевич Волнушкин, отец Петр Спиридонов, благочинный церквей Зарайского округа, вместе с неравнодушными людьми ездили в Нижний Новгород, куда нам посоветовали поехать тайские инвесторы. Но, к сожалению, наши выводы по итогам этой поездки оказались неутешительными. После этого мы общались благодаря нашему министру, мы общались с инвесторами тайскими, компанией Чароен, компанией СПФ Зарайск. Почему СПФ Зарайск? Потому что компания СПФ Зарайск является собственником земель в районе поселения Каренского. И приятная новость вчера для нас, для всех, это то, что компания СПФ Зарайск официально отказалась от строительства мегасвинарных. АПЛОДИСМЕНТЫ 7 сентября 2017 года в Зарайске произошло знаковое событие. Тема строительства свинокомплекса на территории городского округа Зарайск, после огромной работы, проделанной большим количеством людей, получила свое логическое завершение. Решение о прекращении работы над проектом свинокомплекса было озвучено на встрече жителей с участием заместителя председателя Московской областной думы Никиты Чаплина, министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина и главы городского округа Олега Сынкова. Проблема, которая так долго будоражила мы за райцев, сегодня, кажется, решена. Могли бы вы прокомментировать те решения, которые были озвучены для жителей городского округа? На самом деле, тревожные сигналы стали поступать еще в конце прошлого года. Зарайска, что планируется строительство свинофермы, что вот тот купит землю. В этом году мы увидели, что состоялась сделка и посыпались в адрес губернатора, правительства области областной думы, письма жителей, письма общественных организаций, отца Петра Спиридонова, который возглавляет благочение, и, конечно, Совета депутатов и главы города. Мы на выездном заседании двух комитетов областной думы в июле месяце рассмотрели обращение граждан, встретились с представителями Министерства инвестиций и инноваций, Минсельхоза области, а также инвестором компании СПФ Фудс, которая купила землю непосредственно в нашем районе, и компания, которая планировала строительство этого свиноферма комплекса, Чарояна Фудс, это тайская компания. И после наших доводов, доводов жителей, компания СПФ Фудс, потому что она является собственником земли в нашем городе, в нашем Зарайске, отказалась от строительства, от этой идеи строительства свиноферма комплекса. На наш вопрос, что они там планируют делать, они ответили, что они намерены заниматься растением властом. Официальный ответ от СПФ Фудс получен нами, он направлен на мое имя, направлен также нашим общественным активистам, которым я очень благодарен за эту позицию, потому что только совместными усилиями нам удалось прийти к консенсусу, и я благодарен инвестору, что он принял такое мудрое решение, тем более, что в Зарайске уже есть один свиноферма комплекса, и, наверное, в Зарайске с точки зрения государства абсолютно не нужен, учитывая, что и соседство в Луховицах, и в Серебряных рудах также расположены свиноферма комплекса. Поэтому такое решение очень правильный инвестор, государственный, и мы его полностью поддерживаем. Вам, как представительным властям, достаточно сложно пришлось все-таки протестное настроение. У нас серьезное в Зарайском районе, связанное с темой строительства свиноферма комплекса. Какие аргументы повлияли на инвестора, чтобы было принято такое решение, о котором вы сказали? Мы привели все эти доводы, которые нам давали жители, потому что мы, прежде всего, брали аргументы у жителей, провели независимую экологическую экспертизу, что может произойти в случае, если произойдет слив стоков свиного навоза в реку Осетрик, которая является притоком реки Осетра, которая, в свою очередь, является самой чистой рекой Московской области по итогам прошлого года. В этом году еще нет экспертизы. Поэтому все эти доводы, плюс наша независимая экологическая экспертиза, плюс наше предложение инвестор услышал, и мы благодарны за эту позицию. Это разумная позиция. Позиция не просто бизнесмена, который занимается исключительно зарабатыванием денег, а это уже такой социальный подход к нашему израильскому краю, к нашему Подмосковью. Мы хотим сказать сегодня вам спасибо, потому что для нас действительно понятно, что как только вы активно включились в эту проблему, то удалось ускорить решение вопроса и принятие положительного решения, все-таки того решения, о котором говорили жители. Поэтому спасибо огромное. Конечно, это наша общая победа. Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество по отношению к Зарайскому району будет продолжено. Жители поддерживали и поддерживают. Я надеюсь, что те совместные решения, которые сегодня вы озвучили, будут влиять и на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое вам. Спасибо большое всем тем, кто неравнодушно относился к этому вопросу. И хочу вас уверить, что губернатор в каждодневном режиме находится в курсе ситуации в Зарайске, в курсе решения инвестора, также одобряет это решение инвестора. Протестные настроения в Зарайске настолько сильны, что привели к неким вопросам, которые пришлось очень тяжело и долго решать. С вашей стороны была все-таки продуманная грамотная позиция переговоров, работая с представителями власти. Насколько сложно было? Мы старались прислушиваться, мы старались, в общем-то, вникнуть. Действительно, проблема – это не проблема. И насколько она серьезна, насколько она волнует людей. Поэтому я думаю, что из, наверное, объективного такого подхода из него, наверное, и вышло то, что сейчас получалось. Что стало основным аргументом в принятии решения, о котором было сказано выше? Знаете, я думаю, что, во-первых, земля. Земля, на которой строилось, пытались построить это предприятие, пытались проектировать, она является особо ценной землей. Поэтому, как таковое строительство там не могло вестись. И здесь, я думаю, что люди со своим мнением еще добавили. Добавили, конечно, вот того, наверное, тех моментов, которые как раз и привели к принятию решений именно компании о вообще прекращении даже проектирования. Вы стояли у стоков этой проблемы с самого начала, когда люди только-только о ней начали говорить. И сегодня, когда решение озвучено, расскажите о своих ощущениях. В связи с тем, что решение озвучено, конечно же, большая, огромная радость возникает. Усталость, наконец-то, ощутилась, потому что пройден большой путь, много сделано, труда вложена неимоверно. Трудились не только участники протестного движения, я как представитель многодетных семей, как представитель фонда развития Зарайского района, житель города Зарайска. Хочу, во-первых, выразить всем благодарность. Всем, кто откликнулся, кто сначала с непониманием подошел к данному вопросу, а потом все-таки, осознав, пришел, поддержал, к людям сказать большое спасибо. Те, кто поняли, в чем проблема, попытались разобраться. Конечно, мы все люди простые, нам пришлось в ходе протеста разбираться и с тонкостями юриспруденции, с тонкостями общения с чиновниками. Здесь, конечно, немаловажный момент был тот, что нужно друг друга все-таки уважать. И кто бы ты ни был, на каком бы посту ни стоял, все-таки каждый человек достойен уважения, понимания и человеческого общения. Благодаря тому, что все-таки люди научились друг с другом общаться, свои амбиции скрывать, относиться друг к другу с терпением, достигнут этот результат. Большая работа сообщества людей разного возраста, статуса, политической принадлежности, которые были объединены только одной целью – сохранение экологии родного края, привела к решению, которого так долго ждали. Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Валерий Маркович, Александр Кузнецов, Константин Куянов, студия «Квант» Зарайское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова